В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В четвертьвековой юбилеи состоялось торжественное заседание городской думы. Сначала уведомить, потом строить. Изменился порядок строительства и реконструкции дачных домиков. Гран-при международного конкурса. Воспитанники вокальной студии «Звездопад» стали лауреатами фестиваля «Волга впадает в сердце мое». 25 лет в этом году отмечает Саровская городская дума. В 1994 она пришла на смену Совету народных депутатов. Сейчас работает уже шестой ее созыв. Депутаты действующего и прежних созывов, почетные граждане города, а также представители администрации, ядерного центра и общественных организаций собрались на особое думское заседание. В его повестке был только один вопрос – юбилей представительного органа власти. В марте 1994 года начал работу первый созыв Саровской городской думы. Депутат этих лет вспоминает, что действовать приходилось в условиях правового вакуума. Не было нормативной базы и многие шаги они делали почти вслепую. Ощутимо помогал опыт, наработанный 19 созывами городского совета. Первым председателем думы стал Иван Ситников. Иван Иванович работал и продолжает работать во всех думских созывах. И он уверен, несмотря на то, что все депутаты по-разному видят пути развития города, но все они хотят главного – добра Сарову и Саровчанам. У нас был лозунг. Мы все разные, а город у нас один. Вот представляете, какие умные слова. Мы действительно все разные. И за столько лет работы в органах власти я еще не встречал ни одного депутата, наверное, таких в природе нет, которые бы не желали благополучия и процветания нашему родному городу. Вот это нас объединяет. Председатели и заместители пяти созывов поднимались на трибуну. На этом торжественном заседании они делились воспоминаниями и давали наставления действующим депутатам. Каждый из созывов сталкивался со своими сложностями и у каждого были свои достижения. Первая дума заложила основы для работы. Вторая приняла устав города. В третьей было разработано положение о бюджетном процессе. Во время работы четвертой и пятой город строился и развивался. Любая дума, которая работает в городе, должна, прежде всего, думать о наполнении бюджета города, а не о том, как разделить эти деньги. Вот это была мысль. Самое главное для нас, это было нашим руководством действия. Свои достижения есть и у действующей думы. О них рассказал глава города Александр Тихонов. Принята стратегия развития Сарова до 35 года. Создана территория опережающего социально-экономического развития. Идет активная работа по улучшению городской логистики. Принята программа реновации. Разрабатываются планы по строительству арендного жилья и продолжается работа по вопросам возведения ФОКа. Впрочем, не только отчеты и планы звучали на торжественном заседании. Поздравления с юбилеем пришли из Федерации и региона. Со словами благодарности за работу депутатам всех созывов выступили представители ядерного центра и общественных организаций. После торжественного заседания депутаты провели заседание рабочие. Рассмотрели 8 вопросов. Традиционная часть их касалась приведения местных нормативных актов в соответствии с верхним законодательством. Также народные избранники выслушали отчет начальника Саровского управления МВД Андрея Чернышева о проделанной за прошлый год работе. Утвердили изменения в положении о предоставлении койко-мест в муниципальных общежитиях. Теперь на них могут претендовать не только иногородние студенты Саровского физтеха, но и приезжие учащиеся медицинского колледжа и политехникума, а также воспитанники детско-юношеской спортивной школы и школы Олимпийского резерва. К другим новостям. Дочная амнистия продлена до 1 марта 2020 года. Однако при этом некоторые правила упрощенной регистрации прав собственности на ряд земельных участков и загородные имущества уже изменились. Если раньше не требовалось направлять документы о начале и окончании строительства или реконструкции такого объекта недвижимости, то теперь в России введен единый уведомительный порядок. Дачная амнистия, которая предусматривает упрощенный порядок оформления земельных участков, собственность существует более 13 лет. За это время в федеральный закон вносились изменения. Самое последнее и одно из самых важных из них напрямую связано с градостроительным кодексом. Теперь для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилого строительства или садовых домиков действует единый уведомительный порядок. Прежде чем начать строительство, вам необходимо обратиться с уведомлением о планируемом строительстве в органы местного самоуправления, то есть на территории которого расположен ваш объект недвижимости. Законодательством предусмотрены параметры объекта индивидуального жилого строительства. Он должен быть не выше трех этажей, высота дома не больше 20 метров. Такие же технические характеристики имеет и садовый дом. Форма уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта утверждена приказом Минстрое. С днем вы указываете, что вы являетесь собственником участка, на котором, конечно же, вы будете будущее строительство вести. Определяете параметры этого участка, где будет располагаться, то есть должны быть соблюдены обязательно отступы от границ земельного участка, этажность своей постройки. Если данные, указанные в уведомлении, соответствуют градостроительным нормам и правилам землепользования и застройки, собственник участка может приступать к возведению садового или жилого дома. Документ о соответствии планируемого строительства действителен в течение 10 лет. После того, как вы возвели свою постройку в течение месяца, вы должны уже обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план на ваш объект недвижимости и, соответственно, составить уведомление уже об окончании строительства и подать комплект документов в органы местного самоуправления. Если документы соответствуют действующим нормам, органы местного самоуправления передадут их на постановку на кадастровый учет и регистрацию права собственности. Если дом построен значительно раньше и не имеет документов, которые делают постройку законной, собственнику участка придется решать вопросы в судебном порядке. В противном случае таким домам будет присвоен статус самостроя. В России началась подготовка к переписи населения, которая пройдет в октябре следующего года. Первыми к работе приступят уполномоченные по вопросам переписи. Они составят предварительный список адресов и разобьют территорию на отдельные участки, в каждом из которых будет работать своя группа переписчиков. После этого специально отобранные регистраторы перепроверят и уточнят полученную информацию, чтобы составить уже официальный организационный план всероссийской переписи населения 2020 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Магазин у «Звездной» вновь попытаются найти владельца. Процедура публичного предложения пройдет 23 апреля в 322 кабинете здания городской администрации. Начало в 14 часов. Напомним, приватизацией «Звездного» местные власти занимаются с 2017 года. В последний раз торги должны были состояться 21 декабря, но тогда аукцион признали не состоявшимся, так как к нему был допущен лишь один участник. У саровских школьников появилась возможность получить путевку в детский центр «Лазурный», где этим летом пройдет смена под названием «Созвездие талантов». Для этого необходимо до 10 апреля заполнить на сайте Нижегородского центра эстетического воспитания детей заявку. Претендентам предстоит пройти конкурсный отбор, победители которого получат приглашение в «Лазурный». Этот детский центр считается нижегородским аналогом «Сириуса» — Всероссийского центра по работе с одаренными детьми. 31 марта в Саров приводит ковчег с частицей мощи Святой Блаженной и Матроны Московской. До 7 апреля святыня будет находиться в храме всех святых, с 7 по 14 в храме святых царственных страстотерпцев. Хоккейный клуб «Саров Инвест» сразится за бронзовые медали областного чемпионата. Соперником нашей команды станет клуб «Уран» из Дзержинска. Матч пройдет в субботу 30 марта в Ледовом дворце. Начало в 13 часов приглашаются все желающие. Билеты можно приобрести в кассах Ледового дворца для лиц старше 12 лет. В дни весенних каникул в нашей стране проходит традиционная «Неделя детской книги». История этой акции берет свое начало в далеком 1943 году. Тогда этот праздник назывался «Книжкины именины». Теперь это целый комплекс мероприятий, посвященных детской литературе и ее героям. «Неделя детской книги» — праздник необычный. Центром внимания становится библиотека с ее фондом увлекательных произведений. Основная аудитория Молодежного библиотечно-информационного центра — подростки, молодые люди и взрослые. Однако библиотекари всегда рады видеть и самых маленьких читателей. Именно для малышей и школьников библиотечный центр организовал выставку под названием «Почитателям детских книг». Книги выбраны не случайно. Связано это с тем, что все мы на этих книгах выросли. В них замечательные ценности, которые мы прививаем детям с раннего возраста. Это ответственность, доброта, храбрость, честность. На выставке представлено произведения писателей Юбилярова 2019 года. Среди них Аркадий Гайдар, Виталий Биан, Кирин Токмакова, Юрий Олеша. Для детей постарше подобрали книги фантастов Кира Балычева и Александра Беляева. Особенно библиотекари выделяют серию книг о приключениях девочки Элли и ее друзей. «Особенно хочу выделить цикл сказок Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Здесь потрясающие иллюстрации Владимирского, на которых выросли мы, наши мамы, а теперь их должны почитать и наши дети». Также сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра подготовили для читателей небольшие сюрпризы. «В некоторых книгах вы найдете яркие красочные закладки. Это закладка «Маячок». Она показывает, что именно эту книгу вы возьмете с собой и получите незабываемые впечатления от прочтения». Выставка по читателям детских книг будет работать в Молодежном библиотечно-информационном центре на Московской 11 до конца апреля. Взять домой, почитать понравившуюся книгу из экспозиции сможет любой читатель. В Нижнем Новгороде прошел очередной ежегодный фестиваль в рамках международного проекта «Волга в сердце впадает моем». В конкурсе приняли участие юные артисты из многих городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Они соревновались в хореографии, эстрадном вокале, театральном жанре и академическом пении. В состав жюри вошли известные деятели культуры, профессора ведущих вузов страны. Наш город представляли воспитанники студии вокала «Звездопад» Дворца детского творчества. Егор Вдовин к конкурсу «Волга в сердце впадает мое» готовился основательно. На репетиции тратил максимум времени и на занятиях во Дворце детского творчества, и по пути домой. Особенно ему нравилась акустика его собственного подъезда. Результат упорной работы – гран-при конкурса. По словам мальчика, самое сложное было совладать с волнением перед выходом на сцену. «Сначала за плесами сложно сориентироваться и взять свою силу в кулак. Но после того, как заходишь на сцену, уже понимаешь, что сцена – это уже не так страшно, и нужно выложиться по максимуму, чтобы получить наивысший бал». Анастасия Шиянова вокалом занимается с 7 лет, но на конкурсе выступала лишь второй раз в жизни. Спев на крепкую пятерку песню с фильма «Титаник», девушка сразу поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в старшей возрастной группе. «Я, если честно, расплакалась от радости, потому что я не ожидала, что будет именно вот в ряд первой степени. Я очень была рада этому, то есть были очень радостные эмоции». Всего на конкурсе в Нижнем Новгороде от коллектива «Звездопад» выступало 17 человек. На конкурсной площадке ребятам пришлось провести целый день. Как итог – 16 наград разного достоинства. Светлана Веркина точно знает, как вырастить победителя. «К тому, чтобы стать лидером в каком-то виде деятельности, в данном случае в вокале, нужно иметь не только сильный голос, не только упорные занятия, нужно еще иметь большую силу воли к победе, нужно иметь такие качества, как ответственность, собранность, всегда готовность исправить любые ошибки». Почивать на лаврах у ребят из коллектива «Звездопад» нет времени. На 5 апреля запланирован большой концерт в стенах ДДТ. Сразу после – несколько конкурсов, на которых ребятам очень бы хотелось показать весь свой потенциал. А для этого надо вновь прикладывать максимум сил и времени на репетициях. Экскурсии по выставкам, познавательные занятия, творческие мастерские и детские кинопоказы. В дни школьных каникул сотрудники художественной галереи подготовили для детей всех возрастов новую интерактивную программу. Ребят знакомят с культурным наследием других стран, с народными промыслами Нижегородской области, а также с различными техниками декоративно-прикладного творчества. На мастер-классе «Весенние трилли» ребятам рассказали, что такое холст, пастель, графические карандаши, масляные и акриловые краски. Также юные гости художественной галереи познакомились с работами известных живописцев. Каждый день у нас идет в 10 часов какое-то занятие познавательное, интерактивное. Вот сегодня тракторная программа, которая посвящена весне. Весенние трилли, птицы прилетающие, распускающиеся цветы. Здесь участвует и живопись, и участвует детская смекалка. Ребята ответили на вопрос викторины и попробовали себя в роли настоящих художников-аппликаторов. С помощью цветной бумаги они создали весеннюю поделку. Я сегодня делала здесь птичку в гнездочке. Мне очень понравилось то, что вот эта птичка, это как бы очень красиво, мне понравилось. Участники занятия в рамках программы «Каникул» в художественной галерее смогли окунуться в мир орнитологии. Теперь ребята знают, какие птицы улетают на юг, а какие остаются зимовать в нашем городе. Отвечать на вопросы юным почемучкам помогали дедушки и бабушки. Это замечательно. Первый раз я лично пришла в эту галерею, и я думаю, что это будет уже не первый раз, не последний. Очень понравилось. Мне настолько здесь понравилось, что я приду сюда еще. Подробнее о мероприятиях в художественной галерее можно узнать по телефону 702-87. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сегодня следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также все актуальные информации на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.